Слава Иисусу Христу! Шаббат Шаббат! 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 Господь наш, кроме Тебя, иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, оклонимся святому Христову воскресенью, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресенье Его, распятие претерпев, Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, По великой своей милости. Аплодисменты Иисусу, Христу, Спасителю нашему, Иисусуа, нашу Яку. И ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Северо-апостольское, северо-христианское и мессианское, потому как первые ученики еврея, мессианские, они это очень смело утверждали и провозглашали. И эту же веру сегодня мы исповедуем и славим нашего Спасителя. Слава Богу, друзья! И, конечно, я очень тронут тем, что праздников много. Вообще-то, событий праздничных очень много. Но есть праздники, допустим, политические, да? Есть праздники религиозные, вот, допустим, наши православные праздники, католические. Я бываю в гостях и в католических костюмах, у меня есть друзья, тоже католики, в протестантских домах молитвенных, церковных собраниях различных. Очень часто бываю и бывал. И, знаете, это, конечно, все хорошо, но есть, интересно, есть праздники, да, протестантские, католические, православные, государственные, разные. Мусульманские, там, разные праздники. Но есть праздники Господни. Есть праздники, которые Он, как в оригинале Библии говорится, назначены им вот эти дни свидания, встречи. И это очень трогательно. Дни, которые действительно Он выделяет для встречи с нами. И, конечно, можно вспоминать и вот те великие праздники весенние, допустим, летние праздники, да, Пасха. Пасха у нас в новозаветных верующих ассоциируется, конечно, ну, не только с выходом из Египта, но наша Пасха, сам Христос. И мы говорим, да, вот в церкви православной, и вообще в традиции христианской, Христосуемся, да, говорим, Христос воскрес, отвечаем, воистину воскрес. Вот, ну, кто как, конечно, кто-то переживает все это, кто-то формально к этому относится, но, как вот в том анекдоте, да, когда Брежнев идет там по Кремлю, навстречу Костыгин, значит, и дело на Пасху было, и он говорит ему, Леонид Ильич, Христос воскрес. Тот говорит, уже доложили, говорит. Знаете, знаете, оно как бы, нет, ну, у нас на Пасху даже последний пьяница вспоминает, что Христос воскрес, таки. Ну, конечно, дело-то в том, чтобы не просто это вспоминалось, знаете ли, напоминалось, напоминалось, а чтобы это переживалось действительно, и чтобы это было в наших судьбах, чтобы действительно мы были живы. Но Пасха для нас более, все-таки, праздник воспоминаний о прошлом. Ну, и о сегодняшнем дне, безусловно, потому что Пасха, Христос, и Он здесь, и Он с нами, и Он самое трогательное в нас, верующих, поселяется верой в сердцах верующих. Пятидесятница, шабуот, да, Пятидесятница, или же в народе у нас обычно Троица именуется, да, Пятидесятница тоже более праздник воспоминания о прошлом, ну, и о настоящем. Мы вспоминаем и дарование Торы, Слово Божье, заповеди пришли, но мы, конечно, вспоминаем, как новозаветные верующие, мессианские, как христиане, и мессианские верующие вспоминаем, то чудо, описанное во второй главе «Деяния апостольские», когда Роха Кадош, да, Роха Донай, Дух Господний, Святой, сошел на ту первую мессианскую общину, их было немного, человек 120, но они исполнились Духом Святым. И с такого небольшого ручейка началась огромная река движения Божьего Духа, благодати по всей нашей земле необъятной. Слава Богу! И, дамы и господа, конечно, братья и сестры, и Пятидесятница более устремлена в прошлое, но не так с осенними праздниками. Осенние праздники, они говорят, конечно же, и о прошлом, и о настоящем, но вектор этих праздников, он устремлен в будущее. Знаете, даже этот шаббат, я вот так вот для себя назвал воспоминанием, и вообще осенние праздники, воспоминания о будущем. Конечно, да, вот перечитывая Захарию, пророка Захарию, последнюю главу, его завершающее вот это пророчество, оно потрясает, просто оно удивляет, вдохновляет. И самое удивительное, что там говорится, что те, кто воевали против, и шли против Иерусалима, там описывается война, да, в общем-то, мировая война. Так, и вот, хочу прочесть здесь несколько строк таких. Да, 14-й раздел, значит, глава 16-го стиха. Затем все остальные из всех народов, приходившие против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей, праздник шалашей, суббот. Интересно, но меня вот особенно впечатлило, что те, кто против, даже понимал, вот что-то изменится вообще. С приходом Мессии, с его вторым этим возвращением прекрасным, торжественным, что-то переменится в народах. Правда, Захария не говорит нам, чтобы мы смотрели через розы в очки, даже в ту будущую реальность, грядущую, потому что даже и там было не все так гладко, даже после всех вот этих событий планетарного масштаба, потому что некоторые из народов по всей вероятности не захотят. Иногда, ну, в силу разных причин, скорее всего, антисемитская, вот это вот последствия, знаете ли, антисемитской идеологии дадут о себе знать в некоторых народах, которые не захотят приходить на поклонение туда, в Иерусалим, на поклонение Господу Богу и каким-то образом захотят проигнорировать праздник суббот, праздник кущей. Знаете ли, я не знаю, чем они будут мотивировать, но скорее всего антисемитскими какими-то своими убеждениями. Так вот, и в эти времена, последние темы, удивительные времена, дождь прекратится в тех землях, не будет благословения той земле, тому месту, той стране, тому народу. Удивительная вещь. Я так еще удивляюсь, думаю, надо же, какая-то страшная зараза, антисемитизм. Даже в виде чудеса, даже вот тебе Господь там, в Иерусалиме все понятно, по всем СМИ, по всему миру объявили, что там, знаете ли, все, Господь пришел, все, все прекрасно, все, приходи. Нет, вот. Да, друзья, но благодарю Бога, что вот эти празднества, они указывают на будущее, хотя и на прошлое тоже, на Рождество Христово, да, кто ж, мы вспоминаем, в эти дни вспоминали тоже Рождество Господа нашего Иисуса Христа, хотя в культуре нашей православной и в католической культуре, в протестантской культуре, обычно об этом принято говорить как бы в начале января или в конце декабря, или и так, и так, ну, зимой, одним словом, зимой принято говорить и как-то не очень принято говорить вот в те дни, когда он действительно по-настоящему родился. Но я думаю, что и это как бы поправимо, но довольно интересно, я когда проповедовал в эти дни праздничные и Йом Труа, ну, Росшершана в народе называют еще, да, праздник Трубного Зова, но в народе обычно именуем Голова Года, как бы, ну, свой Новый Год еще один дополнительный, ну, от сотворения мира. Значит, и потом, значит, эти дни трепета, которые для новозаветных верующих уже не трепета суда, осуждения, а трепета благоговения и радости, знаете ли, что действительно оправданы кровью местии и записаны в книгу жизни на небесах через божественную кровь Христа. Затем эти празднества суббота, знаете ли, и да, я в судье пел рождественские песни, конечно, там были разные гости, и, конечно же, знаете ли, многие удивлялись, но я пел Вифлея Медность Мария Пречиста Породина Гумерте и нам Христа Слава Вовишніх Богу Слава Вовишніх Богу Местер И мы всім на земле Слава Вовишніх Богу Слава Вовишніх Богу і мир всім на землі Прибігаю до вертеку пастирі І з тобою несто дари в опірі Слава Вовишніх Богу Слава Вовишніх Богу І мир всім на землі Слава Вовишніх Богу Слава Вовишніх Богу І ми всім религиозних не библейського летоисчисления А вот гражданського нашого летоисчисления 2017 год текущий он ознаменован именно воспоминанням пятисотлетия реформации і в общем-то этот год действительно год реформации удивительно наша церковь так же присоединяясь к этому вселенскому такому торжеству празднує со всем христианским миром именно то начало великой реформации и обновлений мирового христианства даже вот это собрание в какой-то степени это вот наследие вот того что начиналось пять столетий тому назад постепенно шаг за шагом поэтапно новая эпоха знаете ли до того до того благостовенного 1517 года история наша христианская история она чаще всего была такая знаете ли ну ну кривая наша история она шла вниз но да была эпоха великой деформации великой деформации деградация церкви к сожалению и вот коль в еврейской общине нельзя не сказать о проблеме как раз именно мега проблеме тогдашней да и сейчасшней антисемитизма это уродливое явление как раз оно и приводило церковь еще худшее и худшее и худшее состояние и хотя реформаторы лютер кальген свинги анабаптисты другие реформаторы 16 столетия первопроходцы той эпохи великой начальной эпохи великой реформации они во многом еще оставались знаете ли вот эти остаточные явления как вот у тех народов при втором уже пришествии мессии знаете ли остаточное явление вот этого антисемитизма и многие другие всякие измы но начался процесс реформации то есть покаяние исправление возвращение реформация восстановление хотя обычно ну неверующие люди чаще всего реформации называют реформами реформации называют именно извиняюсь водички слава богу за воду на еврите как вода мои еще одно слово учим еврейское мои мне очень нравится я вообще-то тотален по маме мама моя иврагимова значит и мой дедушка вот галиахмет бабушка моя михманук значит то есть они коренные татары были вот и я татарские знаю но так по стоку поскольку и в татарском как и в террорских вообще наречиях май маим это все обычно с жиром с маслом ассоцируется вот как бы в еврейском май маим это маим это вода вот небеса как небеса на еврите шармаим да из двух слов как бы имя и вода шармаим прекрасно и так вот реформация это восстановление еще одно еврейское слово очень хорошо как бы рассказывает о реформации это слово тшуа покаяние да но буквально значение первое значение тшуы это возвращение и вот знаете и шуа очень красиво описал как бы вот значение этого слова раскрыл в притче ну в притчах своих раскрывал особенно в притче о блудном сыне ну там ну мы ее называем притча о блудном сыне хотя по совести это притча о двух блудных сыновьях только один как бы как бы ушел совсем да и с имуществом и как бы а другой хотя он телом оставался с отцом но он отступил как бы внутренно и еще непонятно кому было тяжелее вернуться вот про возвращение вот того младшего бедолага хотя бы описано все а про возвращение старшего еще как бы там винами на воде как говорится писано очень сложно все-таки вот тому отступнику который был внутри как бы дома вернуться чем тому кто действительно вот ушел так вот но и еще рассказывая об этих двух отступниках сыновьях и об их как бы вот чуле о младшем рассказал очень интересно что возле свиного корыта когда он был уже он был ну жизнь его была как говорится ниже клинтуса он был уже возле свиного корыта его даже за человека не считали даже относились хуже чем к животному потому что он даже мечтал напитаться тем чем кормились бы вот эти вот свиньи представляете к ним относились хуже чем к свиньи и в таком состоянии этот бедолага он пришел в себя вот первое это прийти в себя вот наверное те вот как раз вот товарищи что вот в шестнадцатом столетии зачинали реформацию лютер камен свингли аннобаптисты валтасан губмайер минус симонс другие великие мужи они скорее вот напоминают вот вот того бедолагу очухавшегося по крайней мере который ну пришел в себя по крайней мере еще очень очень далеко было до конечно же полноти швы затем этот бедолага он стал думать размышлять его теология стала восстанавливаться да он стал размышлять вот встану пойду к отцу моему у моего отца лучше живется даже работником наемником что я рыжий что ли я вернусь встану пойду буду в доме отца моего потом начался новый этап его жизни он не просто знаете ли философствовал там возле свиного корыта с хрюшками и помер там это была бы не полная чува это был бы печальный рассказ съеденный хрюшками ну почти покаявшийся грешник но слава богу что тот товарищ он встал и он встал и пошел к дому своему он пошел к отцу своему это тоже чува встать и сделать действие определенное в метанойе греческое метанойе о покаянии где говорится там действие оно мало подразумевается больше философская как бы идея греческого слова метанойе покаяния еврейская тишува отличается от греческой метанойе тем что оно подразумевает именно активное действие деяние само и этот меданага он встает и он идет да бомж да он хуже свинин он идет и отец его увидел и вышел навстречу и угнил его это тоже тишува она подразумевает не просто как в той песне дорога без конца дорога без начала и конца вечное покаяние вечный грешник по земному пути идет и как бы и непонятно чем этот путь закончится это тоже не тишува это лишь один из элементов тишувы но тишува она имеет свое завершение она умна тишува она понятна и она есть является принятием отец принял его он не стал судить его он вернул ему одежду дал перстень и только он начал оправдание свое по старой еще привычке сын нет отец даже не слушал его он закатил пир на весь мир в доме отца пир это тоже тишува это тоже возвращение это тоже действительно вот этот элемент очень важный и я думаю что действительно реформация имеет свое прекрасное завершение и сегодня в наш век когда как говорится космические корабли пороздят просторы вселенной очень много действительно говорится о том чтобы быть в доме отца чтобы действительно вот все мы евреи неевреи кем бы мы ни были по национальности сегодня бог израиля бог авраама исаака якова открывает свое сердце открывает свои двери эта дверь она для всех открыта это сам иисус христос иешуа машиах он открыт эта дверь к отцу эта дверь в дом отца и хотя в нашей культуре православной к сожалению многие праздничества переделаны были переосмыслены вот деформация деградация великая вот эта эпоха великой деформации она не вошла никого стороной ни одну конфессию и у нас к сожалению праздник покрова был перед ну как бы вот переосмыслен как покрова Божьей Матери потому что сухот куч-кущи это по сути именно действительно праздник Божьего покрова и до 96-го года я я действительно верил как традиционный тогда священник православный московский патриархат я вырос вот уже более 30 лет назад начал свое служение в русской православной церкви это было ни реформаторской ни обновленческой ни евангельской православной обычной и самой московского патриархата церкви в те годы это были еще годы Советского Союза я действительно верил в то что вот думаю слава Богу что я вот попал в хорошую нормальную истинную церковь и в общем-то я не считал что за периметром моей конфессии может быть что-то доброе какое-то спасение тем более не-не-не я помню моя жена тогда значит мне тогда еще невеста или уже мы женились один из первых разговоров наш о теологии был именно такой она сказала мне помню значит что вот так и так была там какая-то знакомая баптистка женщина она уже умерла вот и неужели она а я как раз из семинария приехал в Загорск рассказываю по сектороведению у меня было 5 с плюсом сектороведению да в то время я понял что сектороведения это очень даже легкий предмет знаете без тебя хвали всех ругай и все и главное не останавливайся вот ну думаю как бы это не мешки таскать я в общем-то как бы марсистско-ленинская философия сдавал на 5 с плюсом тоже в свое время поэтому думаю ну все я сдавал отлично но приехав рассказывал и она мне вот такой аргумент что ну она же так любила Бога она вот пела об Иисусе Христе часто и значит и она вот как бы померла неужели она в ад пошла потому что баптистка была но как бы я в то время молодой горячий я ее эту баптистку быстро в ад отправил я сказал конечно да ты что ты будущая матушка мать моих детей будущих значит я буду батюшкой на приходе настоятелем а ты значит ты допускаешь такую мысль думаю если мы говорю православные едва споставимся то они баптисты вообще никакого не имеют ни нафиг покрышки ничего вот и какие там братья и сестры там буски вулк товарищ значит как бы ничего общего я даже не думал иметь в то время конечно же ни с какими конфессиями и прочее и антисемитские настроения тоже я как бы ну может не был таким махровым антисемитом но нет-нет да камешек богород значит хоть еврейство хотя мой папа еврей значит хоть значит все равно я как бы не упускал возможность по сектоведению хорошо я нет-нет да об аптистах о бесятниках там еще о ку-нибудь еще ну плохое в день да и скажу возьми да и скажу знаете ли ну как бы за что купил за то продал вот что мне как говорили как бы как я понимал я так и рассказывал особенно даже не утруждаюсь перепроверять что-то интересоваться там этими конфессиями общаться нет я не горел желанием абсолютно в то время занят был вот так вот своей церковной работой в девяносто первом году стал священником уже закончилось мое иподиаконство и дьяконство началось мое уже священство в Рязани это было как дьякон и как иподиакон как чтец я служил в Орловске и в Московской областях а как уже священник в Рязанской и Брянской областях то есть вот за эти годы послужил в разных регионах в разных областях увидел разную церковную действительность и конечно знаете ли уже в Брянской области я вот впервые в своей жизни столкнулся вот с другими конфессиями с другими вот как бы верующими знаете ли первая встреча была конечно даже она была очень отшеломляющей для меня даже не с баптистами а с писятником я помнил еще у нас даже был кстати в 80-е годы еще тогда раньше значит Генрих Боровик даже у нас преподавал тогда в Загорске вел международную панораму в то время известна такая как раз перестройка у нас была в натуре и Генрих Боровик вел по телевизору эту программу и вот так интересно было как по телевизору только вживую следит он и давай рассказывает нам знаете ли о моральном облике советского священника так интересно было слушать вот мировой империализм значит он значит нашу советскую родину хочет душить 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 и в авангарде как бы ну он четко представал что два главных врага у нас ну это я знал еще со школьной скамьи это Израиль и США значит антиизраильские антиамериканские настроения как бы для меня была уже прописна истина но Генрих Боровик открыл нам еще кое-что он сказал что мало там что там значит мировой сионизм и американизм замышляют у нас внутри внутри есть враги пятой колонны как говорится значит а что это за враги это всякого рода сектанты самые злые из них это писядники баптисты но он рассказал так что баптисты это как бы тихие сумасшедшие а писядники которые буйные но в принципе диагноз один вот и в общем-то я как бы значит да и значит послушав там его лекции послушав там других там учителей я конечно так подумал надо же думаю в моем понимании сложилась такая как бы картина что стектанты все неправославные которые проживают на территории Советского Союза это через одного либо вот ну как бы просто несчастные обманутые зомбированные люди либо агенты ЦРУ и МОСАД вот значит и представляете из кем я в 96-м году схлестнулся да с агентурой мирового империализма и сионизма значит с живым пятидесятником встретился да знаете да значит для меня был шок такой ну как бы он там на лбу не написано было что он там пятидесятник вот он вроде как бы похож был на обычно правоставного просто умного такого знаете задающего вопросы но он себя нечаянно сдал он там вдруг процитировал как бы довольно ну как бы порядочный фрагмент из писания он не сказал что это написано в писании но как бы я это как бы знал будем так говорить особенно раньше читал знаете ли вникал когда-то ну по крайней мере до значит ну до 91-го года пока стал священником то это слово оно жило-то во мне и понимаете и я-то знал что это писание и я понял что наши люди Библию не читают думаю что-то здесь не то думаю ну и я ему знаете ли сказал говорю а его Гриша зовут он кстати сейчас пресс-питер в городе Сураж Брянской области 50-й церкви я ему говорю Гриша говорю а вы значит христианин он да конечно христианин я конкретизировал знаете как линия на буржуазию я говорю православный и он сдался он не выдержал моего Вильичевского такого напора он сдался и значит и говорит нет говорит я вот член церкви христиан веры евангельской короче 50-й я значит в обморах так и бросат это случай всех злее думаю ну как бы ну понимаете но я как бы на уровне подсознания сработало а нам говорили эти уроки я для себя как-то внутри поместил нам говорили что когда непонятна ситуация и ты с ним там встречаешься первое что нужно помнить нападай бей первым короче вот и я значит ну это сработало на уровне инстинкта я значит стал на него набрасываться я говорю какие вы христиане креста на вас нет у него рубашка на распашку значит матерь божью не почитайте святым не молитесь мощей у вас нет говорю какого-то там бенни с хином и все говорю ну все что я знал о них короче я все ему и рассказал ну Гриша качает головой ну да извиняйте господин товарищ барин вроде как бы действительно вроде бы и нет и того и сего и пятого и десятого я пожалел его неопытность думаю ну наверное втянули знаете такого молодого неопытного человека все кто я ж не знал что он в ней родился вообще я ж тем более не знал что это я потом уже узнал уже что он в семье потомственных служителей вообще родился вообще понимаете ой-ой-ой еще при царе батюшке они там уже были служителями евангельскими такими ну как бы ну тельных род тельных там известных в Брянской области баптисты бесятники евангельские верующие вот значит и ну я его пожалел в неопытность и я ему дал книгу почитать земная жизнь помогите земная жизнь пресвятой Богородицы я ему дал эту книгу он взял ну и меня поблагодарил обещал прочесть как бы вот вернусь через недельку встретимся опять на этом же месте в этот же час вот я доволен как паровоз думаю слава Богу недалеко от него спасения я думаю значит ну принять Богородицу уже наш на половину вот а там дело техники и знаете ли а пока я так думал вдруг он из твоих сектантских штамин достает свою подробную литературу и мне протягивает и говорит батюшка пожалуйста почитайте я там даже запечатать не успел сервису взял на взял ну ладно почитай нет потом я пошеванил конечно как положено Да, значит, просто я как бы ошарашен был немного. Ну, как бы я взял, обещал тоже. Ну, вы мою, я, вашу прочту. Все. Расстались. Домой приезжаю к жене. Матушка, ты смотри, тогда рассказываю. Говорю, ха. Я говорю, вот, значит, представляешь, говорю, кого я сегодня встретил. Живого, настоящего. Пятидесятника, говорю. Даже обменялись подрывными изданиями. Вот, значит, и, знаете, ну, она мне говорит, ну, конечно же, отец, ну, не читай. Я говорю, ха. За кого меня держишь? Яйца, курицу не учат. Безгону недели. Чему меня протестант может научить? Ну, вообще, ну, в разных весовой категории. Вообще-то, ну, смешно. Ну, как бы, ну, ладно. То безгону недели, а, значит, там уже, там, две тысячи лет. Ну, ладно. И все. А самому интересно. Знаете, обычно говорят о женском любопытстве. Но я вам по секрету скажу, что мужское любопытство, оно не меньше. В чем-то больше. И, знаете, и я даже в дом не внес. Мы жили в цирковном доме таком. В предварнике там где-то оставил. Вот. А сам хожу туда-сюда, значит, в гараж, ну, еще выхожу. Ну, я как бы смотрю, посмотрю. Думаю, что же в ней такое там опасное. А потом думаю, стоп. Так время уже приближается уже. Пора будет отменяться снова, ну, вернуть друг другу книги. А вдруг у меня спросят краткое содержание какое-то. А я же даже не бельмеса. Думаю, так не хорошо, не красиво будет. Он вроде чек порядочный. Наверное, прочтет все-таки мою книгу. Ну, я хотя бы ознакомлюсь. Знаете, как вот обычно тогда. Заглавный лист, там, пару листов, значит, и оглавление. Ну, как бы и общее есть как бы уже как бы сведения хотя бы. Ну, ладно. Я занес эту книгу в дом, в свою келью, в свою комнату. Значит, и там у меня все было в иконах. Даже потолок. Расписан был потолок. Там большой такой Иисус в старом новгородском таком исполнении. Знаете ли, там такой, очень такой, похож на чеченца, там, или, ну, лицо точно кавказской национальности. Весьма суров. Значит, и... Да, она у меня такая была, самая такая промоленная комната, как бы. Вот, значит, и там мешочки с разных могил, земля. Короче, у меня чего там такое не было вообще. Я думаю, что если бы апостол Павел там побывал у меня в гостях, он сказал бы, о, отец Сергий, обходя и осматривая святыни твои, я вижу, ты особенно набожен. Да, конечно, да, у меня еще там только не было. Вот, значит, ну, я думаю, там, я еще окропил еще водой святой, значит, крещенской, это, это издание, сектантское. Ну, короче, думаю, все. Шансов нет у протестантов. Как в танке. Знаю тебе, броня крепка. И дальше было интересно. Значит, я так с большим предубеждением читаю. Ну, думаю, я еще для себя какое-то нашел оправдание. Думаю, ну, я что-то подчеркну еще по сектоведению, как бы, практически материал какой-нибудь еще. И где-нибудь там гепархия блесну еще, как бы, какими-то познаниями. И вот, значит, ну, ладно. В общем-то, читаю с таким большим предубеждением. А мне еще подкупило еще, еще одно был, один плюсик, что само название этой книги, оно было из Библии. Библейская цитата вместо названия. «Время начать суду с Дома Божьего». Очень красивое название. И вот это еще было подкупающе. Если бы как-то по-другому, может, я даже не решился. А вот это вот тоже сыграло роль немаловажное. Людмила Блед. Ну, что за Блед? Непонятно, значит. Это были проповеди Эрна Штегина. Это я потом уже, читая, понял, она их перевела, систематизировала и вот издала. Интересно очень было. Знаете ли, у вас первых же шок такой испытал я культурный, вот религиозный. С первых же страниц, буквально, одна-две страницы я прочел, и я был захвачен этим чтением. Вот реально захвачен. Потому что, к удивлению своему, я читал не сектанта, не просто там какого-то, значит, сайфа Центавра, непонятного для меня, значит, гражданина, а родного, близкого. Удивительно вообще. Никогда не мог подумать бы, что найду в лице протестанта единомышленника. Единоверца. Я даже потом уже не говорил, думаю, ну, может, мало ли, пока книгу переводили, пока издавали ее. Может, он уже и покаялся, может, он уже православный уже, где-то там в Африке у себя. Кто его знает? Ну, это же золотоусты наши в книге, думаю. Значит, что он там за кругу сидя в сектантах? Ну, ладно. И, конечно, там он наявился, просто я, знаете, вот, ну, настолько был растроган. Там такие примеры как раз о служителях, как раз именно вот, я все потом трилогию прочитал, но вот именно эта книга меня очень сильно потрясла. И развернула назад к Библии, назад будущее, назад Бог, назад именно к основанию, к фундаменту. Началась моя реформация. Это потрясающе было. И я прочел ее на одном дыхании и вернул, ну, я дал, вначале, своей жене прочесть еще, прочитаю обязательно, говорю. Она, увидев меня, взяла, прочитала, тоже там нырелелась, вот, и вспомнила о нашем разговоре. Вот, Том, про Баптистку тут. Чуть-то она вспомнила про нее, но вспомнила. И говорит, ну, а как вот ты думаешь, Сережа, ну, все-таки, ну, неужели в ад она пошла, то, что она была в Африке? Она же так любила Иисуса Христа, она так пела про Него все время, что люди даже там, атеисты все же, коммунисты же, все собирались. Но даже они замолкали и слушали то, что эта женщина поет. Потому что она так пела, говорит, о нем, об Иисусе Христе, как будто бы он там прям вот присутствовал прям. И плакала, и так переживала. Неужели она в ад пошла из-за того, что она была баптисткой? И кроме баптистки ничего не знала своего. Знаете ли, мне уже вот тогда, в 96-м, было уже трудно ее в ад отправлять. Вот серьезно, после Эрла Штегена, после вот всего, что я прочитал там, знаете ли, я сказал мне так. Я впервые в жизни допустил мысль, что, может быть, не только православные русские спасаются, может, еще кто-то еще спасается за периметром. Но я сказал так, знаешь, говорю, короче, не гони лошади. Может быть, говорю, ну не то, чтобы в раю прям, знаешь, вот. Ну да, конечно, только лишь там фейс-контроль там сразу. Вот. А, ну где-то, знаешь, там вот, где-то там в полумраке. Где-то там, знаешь, говорю, ну, может быть, там воду носить, дрова рубить. Ну, подсобными рабочими, в конце концов. Знаете ли, черной работой. Гастарбайтера какие-то царства небесного. Вот, как бы, значит, ну, вот там баптисты. И так интересно, вот, и когда мы с Гришей снова встретились, обменялись в литературе, значит, я ему говорю, тут же говорю, Григорий, говорю, а у вас есть другие книги этого автора? Я же сразу почувствую, что там еще есть. Первый и третий том. Ха! И он достает первый том и говорит, я знал, что вам понравится. Я уже принес благодарность эту книгу уже. Я даже не спросил, почитал ли он мою. Ну, понимаете, ну, вообще, ну, что я ему дал вообще, подсунул вообще? Что он мне дал вообще? Ой, здесь какая Богородица, какие святые, какие мощи вообще? Здесь сама важность, сам Иисус Христос, сам Божье слово. Ой-ой-ой. И вот, ха, я книгу взял, и пока я в такой эйфории, Гриша молодец, знаете ли, американская спецподготовка. Ха! Он мне сразу говорит, батюшка, а приходите к нам на собрание. Ха! Мы так, э-э-э, нет, не у человека. Ему палец в рот и ножик, по лопать отхапывает сразу. Не-не-не-не, я говорю, ну, не до такой степени будем знакомы. Я говорю, э-э-э, ну, я не стал сразу, если бы он сразу предложил, при первой встрече, я, конечно, послал бы его куда-то подальше. А здесь, понимаете ли, как бы уже его и не пошлешь, за ним уже Эрнерштейдинг, вас и за банду, эти, за лусы, эти, как бы уже, понимаете ли, это баптистка, который, может быть, на небесах даже где-то. Короче, я его уже так вот вежливо отослал, но я сказал так, что я батюшку, у меня у самого работа вот так вот непроворотно, значит, я же как бы один разрываюсь на приходе, огромная круга, крестины, венчание, отпевание и все прочее, прочее, прочее. Ну, говорю, если будет какая-то оказия, а он мне говорит, он не отстает, знаете, как баналист, вот, а у нас на буднях, у нас в последней неделе есть собрание, вечерком как-нибудь заходите. Я говорю, не угомониться, а? Ну, говорю, ну, если будет оказия какая-нибудь, то зайду. А сам думаю, что, я там забыл. У них маленький райцентр, там, Настя, большое село, там все друг друга знают, там, думаю, вечерком сходишь, ага, уже вечером этим же пол села, это половина их поселка будут знать, что батюшка был у сектантов, а утром коров погонят, все остальные узнают. Это же вообще, ну, и поэтому я, конечно же, совершенно не думал, что я попаду к ним на собрание, даже не думал, не до такой степени, нет. Но ангелы взяли божьи и подстроили оказию. Действительно, дело было вечером, делать было нечего, и я был возле дома молитвенного. Представляете, никогда там у них ни казани, вообще-то настолько неожиданно. И у меня мысль такая вдруг пришла, ни с того, ни с сего, на ровном месте, как будто бы всегда так думал вообще. Так странно. А почему бы не зайти, думаю, к братьям меньшим, к пятидесятникам. Я уже на тот момент, прочитав все три книги Эйнштейнена, проповеди, я уже даже созрел к тому, чтобы назвать их, ну, может быть, ну, думаю, какая-никакая, но родня. Седьмая вода на кисине, как говорится, но все-таки, все-таки, баратья меньшие какие-то. Вот, и я зашагал, как будто бы всегда шел, иду себе к этому домомолитвенному, вот, значит, и перед домомолитвенным остолбенем. Страх на пол, куда я иду, стоп. А потом думаю, нет, отступать поздно. Потому что меня видели, застекли, там, там, ну, язычники же, языки вот такие у всех, там, там, особенно батюшка. Так вот, любимая тема. Значит, и думаю, стоп, если сейчас развернусь и уйду, думаю, хуже еще молба будет вообще. Скажем, батюшка вечером что-то шаманил. Возгла дома молитвенного, еще хуже, думаю, греха не берешься тогда. Думаю, в конце концов, чего мне бояться? Это Русь Святая Православная, это они, сектанты американские, еврейские. Пускай они трясутся бояться. И я перекрестил до молитвенной песен, там, все, вот, спасибо, Господи, люди твои, зашел. Ну, тем более, там уже не шумят, что там, думаю, собрали уже, у них там, видимо, в разгаре. Вот, в коридоре девушка стоит, она остолбенела, а я грязь и дорожный такой, своей черной, значит, с крестом на груди, как есть. Сейчас я уже такой, как бы, обрезанный. Тогда был лохматым, волосатым. Значит, да, значит, и борода там. Вот, значит, и, и, знаете, значит, да, девушка остолбенела, а я ее спрашиваю, куда мне пройти девушку? Она так пальцем показывает. Забиранная вещь. Я пошел. Мы, видимо, не поняли друг друга. Короче, она показала мне на окраине туда, вот, по коридору дверь. Я бы зашагал туда. Думаю, наверное, это, ну, как бы, видимо, как у нас, вот, в храме зайдешь, там, сзади где-то постоишь, там. Вот, я постою, посмотрю, авось и сначала, и не до конца, ну, как бы, и уйду быстренько. Представляете себе, я открываю дверь и попадаю прямо на сцену. Я еще одна в трюкануте, и еще иду, значит, пару шагов делаю, и прямо к трибуне. Трибуну с микрофоном, стол на крючей скатертью, как на партсобрании прям все равно. Вообще, как бы, оно даже на цирку вообще не похоже. Собрание онемело. Эх, Николай Васильевич, к нам приехал ревизор. Как ревизор? Почему ревизор? И не инков, не та. Прямо вот так вот, явно прям, представляете? Короче, собрание присело, старички в рты поразевали. Значит, и одна еще сзади мадам встала, на меня пальцем тычет, она так, ап, ап. Я хоть провались. Знаете, как Каспар привидение. Бежать поздно. Думаю, сейчас я уже просчитал мысленно. До двери, обратно, по кридору перехватят. Что делать? А вперед у тебя уже трибуна, уже. А, значит, я про ту женщину сразу на то забуду. Эта женщина, оказывается, с ней сидел рядом муж. Ну, там у них там отдельная, у них там старая такая цирка, как ты взять, ну, честно. Мужики все спереди, женщины сзади все. Но муж ее сидел на скаме штрафников, вместе с женщинами там. Не, он моральный, как бы все, фактический, как бы и предан, все, и все как положено. Но, знаете ли, но, значит, его брат родной стал харизматом. Вот. И хотя он говорит, я ни слухом, ни духом вообще, вот, но его на всякий случай на карантин туда поместили, туда. Ну, время такое было очень непростое, как бы, вот, значит, и он там сидел. Так вот, жена его, она отмечалась, я потом со всеми там перезнакомился, интересная община такая, очень интересная. И у них свое женское общение там было, внутри. Значит, и эта женщина, она, значит, вот часто видела видения, сновидения, у них был кружок полкователей, вот этих снов, там, видений, там и прочее. Вот. И что-то умное было, если хорошее, они передавали все это братьям на сами, на размышления. Вот. И представляете, и однажды, ну, еще за годи, ей был сон. Но ей даже родной муж не померил тогда. Значит, она ночью, вот, разбудила мужа, говорит, Петя, вставай, что такое? Представляешь, что мне снится? Снится обычно наше собрание. И вдруг, говорит, и вдруг. Угадай, кто. Кто приедет? Короче, он гадал, ну, может быть, епископ с Брянска зайдет. Или братья с Белоруссии, или там пророки приедут. Ха, не-не-не, мелко плаваешь. Поп стоит и проповедует. Короче, он ей сказал, нужно меньше есть на дочь. Это точно не от Бога, и, короче, это все вообще бред, и забудь. А здесь, представляете, она, вот, вот, точно, это вот, вот оно. Стол в руку, точно, это мне снилось, прям, буквально. Короче, это, как бы, было, да, значит, ну, первым пришел в себя второй пресвитер, который помоложе, было лет 70 где-то такой. Молодежный паспорт, да? Нет, ну, там церковь старая, на самом деле, старая церковь. Там еще старейшины чуть ли не воронаевских времен, как бы, значит, там, понимаете, все вообще серьезно, за счет своих таких особенностей есть религиозных. И вот, значит, и этот пресвитер, который помоложе, он вышел ко мне, видит, я не буяль, понюхал, я трезвый, как бы, и, ну, адекватно, и заменился, что ошибся дверью просто, значит. Ну уж, куда деваться, меня посадили среди гостей, я сел. Ну что ж, конечно же, понимаю, что собрание меня сканировало всего, вот. Ну, ситуацию выручил один мужичок. Дедушка вышел вперед такой, веселенький такой, а там многие, там, в основном, дедушки, в основном, были впереди. Вот, многие из них сидели, и не раз сидели за Христа, ну, как бы такая легендарная была в своем роде церковь. Значит, и, и представляете, значит, да, и этот дедушка, он сказал, давайте вот споем псалом номер 700 там и дальше какой. Все встали, ну, нет, тоже встал, чё-то. Вот, встаю, а встал внутри себя еще, я помню, ухмыляюсь, какие-то глупые мысли у меня роялись, вообще роялись в голове. Думаю, о чем могут петь сектанты? Типа, у моя секта, у моя секта? Знаете ли, почему-то такие мысли глупые у меня пришли, я не знаю даже почему. Ну, как-то, еще думаю, у нас там 150 псалмов, там 151, там еще, ладно, не канонические, а это 700 аж там. И представляете, ну, когда запели, и запели так вот, знаете, по-деревенски, с подвыванием, и вот так вот протяжно, мне так это вот коснулось, и запели не на славянском, а, знаете ли, на обычном русском языке запели, и песню о самом важном, о самом главном запели. Это было потрясающе. Любовь в Христах безмерно велика, Начало нет и льется, как река, И как волна лопсает берега, И глубока, светла и широка. И если б не было любви, Любви Христа, Мы б не смогли Иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей тебя он ждет, Давно стоит у каменных ворот, Слава Иисусу, Христу, Господу, 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 Господу нашему. Время всему на этой земле, Начало и конец, и собрание уже подходит к концу. Но в этом свидетельстве, почему я вот так вот широко, подробно, Я хотел показать как раз пример именно действительно действия Божьего Святого Духа. «Всем нам нужен Бог, всем нам, действительно, людям и в рясах, и в белых халатах, и в черных рясах, и всех-всех-всех, и богатых, и бедных, и всех, всем нужен Бог». И Иешуа однажды сказал, что должен родиться свыше. И он сказал одному из учителей Израиля, Никодим, помните, да, 3 глава Иоанна. Интересно, что он сказал, это действительно учителю. И в то время среди учителей наверняка, как бы об этом молва шла, разговор шел. Вспомним хотя бы школу Гилеля, школу Шамая, да. Школа Гилеля, она, ну, в конце концов, победившая, считается в традиционном иудаизме. Но мне больше симпатизирует школу Шамая, которая говорила о необходимости именно духовного перерождения, рождения свыше. Что через встречу со Всевышним происходит. Мало быть обрезанным, кошерным и прочее. Необходимо духовно переродиться. Но, правда, в школе Шамая, все-таки до Христа, до реального именно чуда, возрождения, было больше вопросов, нежели ответов. Но, знаете ли, интересно, Иисус даже в этом разговоре, Он приоткрыл завесу этой тайны чудесного возрождения, рождения свыше. Рождение о плоти, это плоть, да. Рождение человека, это человек. Но рождение от Бога, это Бог. И это удивительное рождение необходимо всем нам. И не важно, ты учитель или учащийся батюшка, или прихожанин, захожанин и прочее. Равин или вот член этой синагоги, допустим, да, общины. Вот не важно то духовное необходимо перерождение, рождение свыше, которое совершается от Бога. И Иисус, Иисуа, открыл удивительную тайну. Он сказал, что именно Он является вот этим пунктом, недостающим. Знаете ли, как вот картина почти вся собрана была ко времени Христа, пришествия. Но не хватало одного элемента, но самого главного. И картина была бы полной, но его не хватало. Но вот пришел Он, этот важный элемент. И Он встал на свое место, и вся картина вдруг заблистала. Она прояснилась. Мудрецов древности и школа Шамая, и школа Гилеля спрашивали двух разных школ. Они по любому поводу, надо и не надо, противоречили друг другу. Значит, даже, ну, доходило до смешного. Допустим, на Хануку в школе Гилеля каждый день Хануки зажигали дополнительную свечу. Как вот в современном иудаизме, да, практикуется. В школе Шамая наоборот. Первый день зажигали все свечи, а потом гасили по одной. Но был в середине Хануки день примирения, как бы, обоих школ. Потому что у всех было ровное количество этих свечей и светильников. Спорили по любому поводу, надо, не надо. Но самое интересное, были моменты истины. Моменты, когда обе школы находили одно зерно. И спрашивали, что есть в самой важной Библии. Ну, как бы, золотой стих Библии. Найдите нам вот этот текст, который открывал бы всю Тору, всех пророков, все еврейские писания, всю Библию. Удивительно, эти мудрецы и одной, и другой школы нашли один и тот же текст. Не сговариваясь. Один и тот же текст. Но самое странное, что этот текст был не из Торы и не из пророков. Этот текст из книги Ширка Ширим. Песни песней. Самые удивительные из всех книг Библии. В ней даже нет имени всемогущего Бога. Даже в Магеллато-Стере есть хотя бы таинственный намет на имя Всевышнего Бога. В Ширка Ширим нет даже этого. Интересно. «Они летоди, летоди ли». Я, переводчики сенандария переводят так. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Я всецело ему принадлежу, я в нем, он во мне». И мудрецы говорили, что да, этот стих, он открывает всю Библию. Но как это соединение совершить? Как оно совершалось? Ко времени Христа вопросов накопилось огромное количество. Самое интересное, Иешуа, Иисус ответил собой, самим собой на все эти вопросы. Ответил своей личностью, самим собой на все эти чаяния, ожидания. Он есть дверь. И он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня». И те еврейские апостолы очень четко уразумели эту истину, провозглашая перед религиозными лидерами иудаизма тогдашнего, говоря, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Благостовен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, собравший нас, как птица птенцов своих, как отец своих сыновей и дочерей под своими крыльями. Праздник Божьего покрова станет брать, отмечать, покровить или иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастыль, что всех спасет. Матерь Господа Иисуса, не защитница себе, нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает, лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешник, годов ушат. Обратись, душа родная, в дом отца, скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станет брать, отмечать, покровить или иного, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Аплодисменты, великую молитву. Праздник Божьего покрова станет брать, отмечать, отмечать. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Я предлагаю, давайте попросим батюшку, чтобы он пусть помолится за нас, да? Да. Бо ты против? Вот, это же хорошая, хорошая возможность, чтобы человек, который правильно славит Бога, помолился за нас и благословил. Правильно славим Бога. Каким образом? Поклоняясь ему в духе и в истине. Давайте встанем, друзья. Спасибо. Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо Своем на тебя И даст тебе Мир Светлым лицом Своим И садонои Панат элеиха Виасе леха Шенон В имя Иисуса Христа Мессии Амин Бог Авраам Исаака Якова Бог патриархов и пророков Отец наш сущий на небесах Да спятится имя Твое Да придет Царство Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день Прости нам долги наши Как и мы прощаем Блажникам нашим Не веди нас Твои Искушением Избавь нас от лукавого Ибо Твое Есть Царство И силы И слава Во веки Аминь Бог всемогущий Благослови общину сию Призри Винограды Великий Призри На виноградник сей И благослови Благослови Да принесем плод Тебе Да прославится имя Твое В народе Твоем Благослови Свыше Своим светлым лицом Всех нас Собравшихся Под Твоим Святым Покровом Господь И этот Поступивший Месяц Хешван Да не будет он уже никогда Марх Хешван А будет он да Барух Хешван Благословеннее В этом месяце Во имя Христа И во все дни нашей жизни Да будет благословенно Имя Твое И прославлено В наших судьбах Во веки Аминь Аминь Аллилуйя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!